Доброе утро или добрый вечер Но это всем уже ясно, что существует разница во времени, которая многих контузит Вот я из числа этих гостей, людей, туристов Ну, надеюсь, что по большому счету нашему разговору это никак не помешает Уже нет, уже я бодренький Андрей Мерзликин – российский актер театра и кино, за плечами которого более 100 ролей в фильмах и на театральной сцене По первому образованию Андрей – радиотехник космического машиностроения В процессе получения высшего экономического образования принял решение стать актером Окончил актерский факультет в ГИКа, после чего работал в театре под руководством Армена Джигарханяна Первый большой успех в кино пришел к Андрею Мерзликину после выхода картины Петра Буслова «Бумер» С этого момента он вошел в число самых востребованных российских актеров И за годы карьеры пополнил свою фильмографию целым рядом замечательных киноработ Хочу вас спросить по поводу года российского кино У меня была возможность спросить, какие ожидания были у наших ведущих режиссеров российских в связи с этим Они в основном сделали ставку на то, что хотелось бы больше дебютов Больше возможности молодым кинематографистам что-то сказать о себе Вот у вас в этом смысле были какие-то ожидания? Направление верное, вот так все со стороны смотреть, стратегия очень близка мне по духу Действительно, я как сам в Гиковице и человек, который еще пока варится среди молодых кинематографистов Я вижу то количество людей, которых потенциально беременные, очень мощно заряжены на самопроявление творческое И действительно из них могут вырасти хорошие режиссеры, авторы Но понятное дело, что им всем нужно помогать Может быть не во всем, но хотя бы дать старт, дать толчок, дать вообще возможность поверить, что есть будущее Вопрос результатов, конечно, это как и любая посадка деревьев, нужно ждать Это всего лишь начало этой стратегии Да, действительно, больше денег бюджетных выделяется на дебюты И даже вот нынешний год, фестивальный год, тоже это подчеркивает на кинотабре Больше представлено было картин дебютных, вот и на суд вынесли профессионального жюри И оно себя оправдало, действительно появляются ребята, которые закрепляют эти надежды Будем надеяться и верить, что в будущем этот, скажем так, поток, он будет увеличиваться и качество этой волны Надеюсь, однажды мы скажем, мы были свидетелями зарождения новой волны Вот мы пожелаем нашим молодым кинетографистам и себе тоже вот хорошей, качественной новой волны Вот Сергей Михайлович Селянов, когда у нас был в гостях, он ведь тоже славится тем, что является продюсером Который очень часто дает возможность новичкам прийти в большое кино И он сказал, что его в этом во всем привлекает особая энергия дебюта, когда люди что-то делают впервые В этом есть совершенно особенная страсть и какой-то порыв Вы ведь тоже очень часто соглашаетесь на проекты Дело в том, что я сам являюсь детищем Сергея Сельянова Поэтому, когда звучит фамилия Сельянова, мы все говорят, ну это наш отец родной, вот он нам пробил дорогу Он, по-моему, является, ну не единственным, но, по крайней мере, вот таким мощным столпом Который просто все свое творческое именно направление в продюсерстве целиком и полностью направляет к дебютантам К людям, которые вот делают первые шаги Он такое количество открыл режиссеров, актеров, ну помог, по крайней мере Это просто, вот знаете, музей, ходящий в музей И, конечно, уважение к нему, оно такое Но вы ведь тоже зачастую соглашаетесь на участие в проектах Сейчас, когда у вас есть имя, и это громкое имя, на участие в проектах молодых режиссеров Там, короткометражки, да, или какие-то картины Да, конечно Вот вас тоже, что вас в этом привлекает? Привлекает, в первую очередь, возможность себя немножко обнулить Вспомнить, с чего ты, ну, как бы, вообще начинал Это раз Это очень полезная психологическая терапия Плюс, ко всему, всегда ты же не просто снимаешь, скажем, в кометражном кино А в том или ином сюжете, который тебя беспокоит, тревожит Ты видишь, что этот парень или девушка, режиссер, который затрагивает тему, ну, которая тебе близка Я в первую очередь читаю сценарий все равно, про что он хочет рассказать Потому что если это какая-то вампука выдуманная, я понимаю, что он просто хочет понравиться Мне это неинтересно А если человек придумал какую-то вещь, которая его беспокоит Я понимаю, что в нем вот именно помочь нужно рассказать про его личную боль, что ли, можно так сказать даже И тогда ты жертвуешь временем, а зачастую это идет именно так Звучит именно так, жертвуешь личным временем То есть ты в большом своем графике, когда вот дети сидят, папа, наконец, когда мы услышим твой голос, ты придешь домой И ты говоришь, ребят, еще подождите, я сейчас вот еще один день заеду к молодым людям И мне нужно сняться в короткометражном кино Вот у меня, по большому счету, ждет такой выезд после возвращения из Владивостока в Москву И у меня будет стык один день в Москве, 28-го числа И мне уже сделали заявку на почте, говорит, Андрей, если вы там сможете, 28-го, камера из Пскова будет ждать вас в Москве Нужно снять две некоторые небольшие сцены, которые, возможно, мы вставим в наш фильм И здесь нету подвига, здесь есть как бы тонус Это как зарядку делать, это как быть человеком, который вот соблюдает определенные правила жизни в творчестве И они так же, как и в спорте, суровые Это правило, надо знать, и нужно находиться в этом У нас буквально вот на прошлой неделе, когда проходил фестиваль Меридиана Тихова, вы в прошлом году были его гостем В волшебном фестивале Замечательно А у нас в гостях был Владимир Иванович Хатиненко Он рассказывал прекрасную историю, вы знаете или нет, что когда он приглашал Энио Морриконе выступить в качестве композитора к его картине «72 метра» Ключевой фразой, которую он сказал, обращаясь к Энио, было «Маэстро вашей музыки есть красота и надежда, это то, что нужно и моей картине, и моей стране» Ну и, в общем, это сыграло чуть ли там нерешающую роль Вот к вопросу о том, что красота и надежда необходима нашей стране и нашему кинематографу Как вам кажется, на какие темы российскому кино вот прям необходимо высказаться? Да не знаю, мне кажется, российское кино на все темы высказывается Просто бывает зашкаливает у нас, как всегда, мы радикально настроены либо в одну сторону, либо в другую Вообще век, да, существует этот золотой век, с чего он идет? Это век золотой середины, когда все это более-менее как-то устаканивается И люди научаются жить друг с другом, жить в обществе И это общество тогда можно назвать здоровым А так кино, оно призвано отражать, зеркально отражать всю действительность, которая, ну, свойственна современности Просто у каждого разная действительность, вот в чем дело У каждого взгляда на хорошее и плохое Это вот удивительный факт, и нам придется всегда с этим жить Это просто свойство той или иной натуры художественной Просто настоящий художник видит больше и глубже, чем просто иллюстрации жизни А вот так, посмотрите, как там плохо или хорошо Это просто иллюстрация А на меня она меньше интересна Есть люди, которые просто на этом получают эстетическое удовольствие Особенно панорамируя камеры по каким-то не совсем приятным вещам Но и в то же время, чересчур сладкий фильм, я же тоже не столоп, тоже не совсем близко Мне нравится взгляд с любовью Потому что можно говорить о больных вещах, но с любовью к этим людям, к этому обществу К этой стране или к этим проблемам, с любовью Когда в тебе переживаешь, ты не в том, что на это посмотрите А у меня сердце болит, когда я на это гляжу Вот это взгляд мой близок И, конечно, меня близки люди, которые обладают чувством юмора Это не просто посмеяться А когда я... Вот, знаете, я посмотрю фильм «Анна Меликян» про любовь Да Ведь, в принципе, она где-то о тех же проблемах Но она, знаете, с такой долей самой иронии Иронии где-то жесткой сатиры Но я нигде не обижаюсь, нигде не оскорбляюсь Ни за одного из этих героев Ни за одной ситуации, свойственной моей стране, моему городу Особенно городу Москве Он ни капли, а сидел просто открыв Какая ваша любимая новелла? Да, сия новелла Нет, конечно, про... Нет, мне про японца Нет, про девочку, которая приехала изучать русскую культуру И где мы понимаем, что на фоне этой девочки из Японии Которая так хочет изучить русскую культуру Мы все бескультурные люди Она, как турист, больше знает о городе, о стране Часть населения, живущая здесь, в этой стране И это звучит немножко обидно Но она это так вкусно сделала Так вот здорово Я за это кину Если Анна Меликян уже зрелый режиссер Но я, насколько знаю, она очень сильно помогает И ратует зарождение нового направления людей Близких ей по духу, по качествам режиссерским, человеческим У вас фильмография более чем впечатляющая И, соответственно, спектр героев, которых вам довелось сыграть Он тоже достаточно широкий А есть какие-то территории, которые вам еще хочется освоить В том плане, что, например, какую-то мировую классику Воплотить в кино Или на театральной сцене Я еще жила бы в нашей стране Выйти бы, ну, появилась возможность бюджетного Ну, крупнобюджетного кино И была возможность все-таки Обратиться к нашему историческому прошлому Оно настолько богатое, что можно снять не только кино, но и сериалы И сериалы серьезные Вот, как хотелось бы, это здорово Потому что, действительно, современность, она близка И можно рассказывать о современности Но это очень быстро так приедается Для актера большой подарок Когда ему есть возможность сыграть историческую Особенно, если этот исторический персонаж Написан сценаристом Александром Сергеевичем Пугушкиным Как это было в самый один раз Мы играли в фильме «Борис Годунов» Это был такой опыт чудесный Что я понимаю, что я изменился, пройдя этот короткий, но очень важный свой кинопуть И с тех пор тоскую по кино Историческому кино По тому материалу И хорошему русскому слову А не современным сценарным языком написанное Все, что мы своим ртом иногда произносим Не всегда это приятно И не всегда это, скажем так, эстетично Вот такая действительность И скучаешь по историческому кино Мне кажется, все в этом направлении идет Очень много готовится премьер Причем таких серьезных премьер И глубоко исторических картин Из-за разряда «Клаврат» Вот выйдет вторая часть «Вия» Потрясающий, на мой взгляд, эксперимент над нашими уже героями Русскими героями То есть не придуманные за рубежом где-то И мы ведь снимаем кальку Нет, вот здесь истории Оттолкнулись от «Вия» Гоголевской Уже снимается путешествие этих героев в Китай Насколько я знаю, потом они пойдут в Индию То есть вот путешествие русских неких Былинных, что ли, хочется сказать, героев По миру Это удивительный срез такой Как бы вот культуры показывается И готовится вот исторический сериал Алексея Андреянова Не знаю, как называется Но знаю, что уже HBO интересуется Как бы прокатом и премьерой этого сериала Уже и в мировом, скажем так, формате Но есть такие вещи, которые радуются за друзей, товарищей Я рассказал бы о них подробнее, если бы я в них участвовал Но вот я вот так это называется С легкой творческой завистью Наблюдаю со стороны думы Вот так вот Я же все равно понимаю, что я в потоке Это очень важно, что все развиваются Это все равно, как лес рубят, щепки-то летят Какая-нибудь и до тебя тоже Вонзится куда-нибудь, и будешь и ты К этому, надеюсь, причастен Мы принятили Вал Вадивосток, чтобы представить публике и спектакль Да Который вы играете со своими прекрасными коллегами Да Вот в вашей жизни в свое время было ощущение, что полностью место занимает кино Да, потом появилось место театру Вот как сейчас у вас этот баланс распределен между кино, театром? Ощущение, что не было театра Театр был всегда Да, и более того, сначала был театр с всей его сложной такой структурой По 18-20 спектаклей в месяц, когда ты так же не поднимай головы Просто живешь Вы имеете в виду работу в театре у Армена Джигарманина? Да, потом был действительно хороший период Такой, где можно было себя творчески проявить в кино Появилось кино в жизни, и оно так занимается Стало намного больше времени и как-то потеснило Но тем не менее, театр всегда остается в жизни Один-два спектакля в месяц Это крайне мало Но для меня, ну, как для поддерживать тонусы Плюс поддерживать отношения с людьми, которые делают хороший театр Для меня было это важно Вот, и сейчас появилась такая пауза хорошая Это февралем Я вот Юлию Меньшову предложил замечательную пьесу Невероятно хорошую, очень важную, острую, актуальную И, конечно, с невероятными друзьями, товарищами Костей Ушкевич и Димой Марьянов Я, конечно, тут же согласился И мы дружно ее сделали за короткий такой двухмесячный период Хотя два месяца это вполне себе такой правильный формат репетиции И сыграли, и вот встали Это, в принципе, наши первые гастроли Да, вот, как бы для этого мы сыграли несколько раз в Москве По большому счету там на программке и правильно написано Премьера Но спектакль мне очень нравится Мне нравится его играть уже и не только потому, что партнеры мои чудесные И как два локомотива тащатся вперед Но и тем, что вот этот жанр, к которому я однажды с сомнением относился Оказывается, можно честным быть и здесь И быть по-настоящему, вот, по-актерски себя проявлять Потому что, как говорится, вот играть подано, вот, звучит сто процентов Полная почва для, вот, для актерского самопроявления, для актерской игры Ну, кстати, для меня было огромным сюрпризом увидеть, что режиссер этого спектакля Юлия Меньшова Да, мне тоже сюрпризом было Да, как вам работалось под ее началом Ну да, понимаете, профессия-то она не с точки зрения гендерного типа, мужская А с точки зрения, нет, архитектуры, построения отношений Она, конечно, подавляет тебе нужно И я не то, чтобы легко или сложно поддаюсь на подавленный оборот Я уже, как актер, привык к смирению Но, вот, мировоззрение, мировоззрение с точки зрения, вот, построения, вот, этих связей с твоим персонажем Я понимаю, что Юля по-другому, она смотрит так же, но по-другому И вот, сначала ты так перестраиваешь себе голову, потом начинаешь, а, вот как Но этот путь все равно существует, который видит и режиссер, и я вижу Вы сейчас рассказывали, а мне вспомнилось, как Валерий Покин говорил, что иногда, чтобы получить желаемый результат, нужно довести актеров до отчаяния Вот, вам... Ну, отчасти это правда Вам через такую эмоциональную стадию приходится проходить в работе? Ну, иногда бывает, но когда это сложная творческая задача Отчаяние, как ни странно, является очень хорошим продуктом Но отчаяние, имеется в виду, не художественное, не человеческое, не когда ты там уже отчаялся Нет, когда твой поиск начинает во что-то упираться, и тогда пропадают твои наработки Актер все равно состоит из штампов, которые уже на работу Он приходит и тут же начинает предлагать, как можно сделать И все радуются, потому что это здорово, но это уже привычно А режиссер, который ставит сложную творческую задачу, ему не нужны привычные вещи И узнаваемые тем более от актера, который уже много где бы себя проявил И получается, из фильма в фильм он может себя, скажем так, тиражировать И хороший художник будет ограничивать эту возможность актерскую И ставить в такие условия, где бы он сталкивался со стеной Бил себе, но и все равно в силу мощного творческого потенциала Он будет биться, он будет в отчаянии, где найти этот выход, не находить его Но иногда режиссеру нужен именно вот этот поиск актерский И когда вот он находится, тогда появляется картина или роль Хорошая роль, которую сам же потом актер придет на поклон Режиссер скажет, теперь я все понял, спасибо вам за эти муки, за этот творческий поиск И я благодарен за то, что в моей биографии есть роль В которой зритель будет думать, что этот актер хорошо все сделал А за этим стоит большой такой путь режиссерских, актерских взаимоотношений Не всегда гладкий Не так давно прошел документальный фильм, посвященный вам Очень тепло о вас говорят ваши коллеги, Мария Миронова и Ксения Рапопорт Вот скажите, вы часто переносите вот такие теплые профессиональные отношения потом в дальнейшую жизнь? Ну, отношения вышеуказанных фигур всегда были теплые У нас нет этого опыта, когда бы мои хоть где-то бы зашли бы на другую сторону взаимоотношений Где бы там холодок пробежал и Ксения Рапопорт и Мария Миронова Это два моих друга, партнера, партнерши, даже мои две музы, две феи Я не знаю, как фильм «Качели», который я пережил однажды Сыграл в картине, которая просто изменила мою жизнь, мою творческую судьбу И то, что я познакомился Ну, смотри, это я был по ВГИКу знаком Ну, так, на расстоянии, был старше меня курсом А здесь, на картине, конечно, нас судьба соединила И мы не можем, наверное, не сказать друг другу Если есть возможность, пару добрых слов Отчасти даже нежных слов И эта нежность для меня очень важна, и она меня греет Слава Богу, что вот есть такая возможность Как такой формат телевизионный, документальный Когда мы друг другу это говорим Есть фильмы, где ко мне приезжать с камеры Нужно что-то сказать про моих друзей Я тоже всегда использую эту возможность Потому что мы редко это делаем Давайте говорить друг другу комплименты Этот лозунг еще никто не отменял Он действительно в добром условии Не только кошки нуждается Человек в первую очередь ждет этого доброго слова Потому что он меняет мир И меняет человека, преображает Вы нам немного рассказали о российских премьерах Которые предстоят без вашего участия Давайте напоследок расскажем Если это возможно нашим зрителям Появление в каких картинах им ждать Этот год уже начался с премьеры фильма «Зеленый карет» Который был представлен в том году На кинофестивале Меридианы Тихого Этот фильм для меня самый дорогой На сегодняшний день за 15 лет Я считаю его лучший в своей биографии Фильмографии Фильм «Зеленая карета» был представлен Уже в рамках нового формата канала НТВ Который сейчас ставит перед собой Сложнейшую техническую составляющую Преображение всего контента И вот этот год начался с премьеры «Зеленая карета» Для меня это очень дорого Потому что картина не на полке Она дошла до телевизионного зрителей И насколько я знаю У него была очень хорошая Прокатная телевизионная судьба Она только началась Надеюсь, будет много повторов И зрители увидят Для меня очень важную картину Впереди ждет премьера На канале «Звезда» Это я за этот год За весну-лето Попробовал себя в жанре документального кино В качестве рассказчика Отчасти журналиста И где мы рассказываем О разных историях От исторических отрезков Нашей самой общей истории Истории государства российского Это мы рассказываем Про Александра Суворова Ушакова Мы рассказываем Про Ледовое побоище Про взятие Корфы Рассказываем Про 40 флагов над Берлином Это история Касаемо взятия Дворца Амина В Афганистане И исходя из этого Восемь документальных фильмов Готовится к премьере В принципе, идет дело к монтажу Осталось надо снять 2-3 съемочных дня И этот цикл ждет впереди Ну, спасибо, что поделились информацией Спасибо, что заглянули к нам в гости Желаю вам приятной встречи Со зрителями сегодня вечером Спасибо вам И вам здесь Стоять на рубеже Не забывайте нас Любите, молитесь о нас Потому что нам там в Москве тяжело Спасибо Поверьте, спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok